Или же команда эссенс здесь подчистую выиграет? Хотя не должны, по идее, по идее. А как будет на самом деле, кто его знает? Ну, давайте смотреть. Эссенс в атаке, плейнге в обороне. Ну, кимпа будет сейчас у нас у Аризоны или нет? Да. Бам, ну как он мажет? Я не знаю. Как так надо мазать? Парни прям на тебя бегут, и ты мажешь. Аризона сам себя еще взрывает. Ну, отлично. Аризона, дружище, убирай кимпу. Это не твое. Это вообще прям не твое. Так, ну что, здесь уже 4 в 1 ситуация. Страйк. Остается один. Джампер его в кишке встречает. Есть минус. Ну, и через мидл пойдет у нас последний игрок команды Плейнг. Здесь его на перекрестном огне будут встречать Роуз и Кома. Ну, там еще и Хаст с плейнта, если что, может подстрелить. Ну, да, здесь, в принципе, без шансов у страйка. В одну секунду вылетает весь Хелсбар и 1-0. Загорается счет на табло. Эссенс опять же начинает лидировать. Но это только один раунд. Я думаю, Плейнги сейчас прекрасно должны понимать, как им нужно работать против своего соперника. Но посмотрим. Стэнфорд, тем временем, принимая Скайлейка, есть неплохой минус. И страйк уже остается один под Плейнтом. Кома его дожимает. Джеффри единственный игрок, который будет сейвить Плейнг. Посмотри на эссенсов. Они просто летят вперед, и у них ровным счетом все получается. Да, но здесь, правда, Джеффри немножко малину испортил. Там еще и джампер приходит. Джеффри минус 3, и Стэнфорд остается 1 в 2. Ну что? Аризонт там психанул, лагает у него или еще что-то там. Паузу просят, да. Да-да-да, пауза. Что это такое? Это читы, друг. Он у меня... Почему он у меня появляется, когда я нажимаю Enter? У меня появляется. У меня провалено. Что это за прикол вообще? Здесь, кстати, Стэнфорд все-таки раунд берет. Это 2. Какой-то вообще просто, не знаю, магический чувак. Лютейший парень. Да-да, пауза. Пауза, Стэнфорд. Писали же, ребятки. Нет, Стэнфорд один вода потащил сейчас нормально. Пауза. Пауза, Стэнфорд. Пауза. Так, ну что, Skylake жми готов и поехали. 2-0. В атаке эссенсы пока что хороши. Стэнфорд последний раунд потащил. Сейчас 1 в 2. Ну прям молодец. Молодец, Стэнни. Молодец. Ну и со счета 2-0 эссенсы, я думаю, будут продолжать наращивать тент, наращивать преимущества. Я думаю, здесь вообще на слоуплей переходить им никакого смысла не имеет. Нужно также стараться дальше очень агрессивно играть. Посмотрим, получится ли. Так, сишечки стоят у нас везде. Ну это закрытое все. Сразу джампер понимает это. Ну и как с закрытой справятся эссенсы? Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, там уже с кишки Аризона готовится принимать своих соперников. Ну на раз... Опа-ча! Здесь еще и сишечка заготовлена. Есть минус от Аризоны, но далее джампер разыгрывает своего соперника. И Skylake. Skylake даблкил вообще находит. Джеффри подстраховал своего тиммейта. Есть еще один минус. И Стэнфорд пытался уйти, но там страйк ему в спину напихал. И это уже 2-1 для команды эссенс. Ну что, закрытое пока что заходит для плейнгов. Еще одни сишечки. Раз. Еще одна. Два. Все. Все заминировано. Но это быстрый выход на лонг похоже на то. Пошли сишки у нас в парыч. И он фитрайт готов к обороне беплента. Полетели прокиды на лонг со стороны команды плейнг. Но тайминг... Как же он в щелочку-то поставил. Через коробочку. Это было жестко. Я думаю, фитрайт сам вообще не ожидал такого исхода событий. Ну что ж, смотрим далее. Аризона перестреливает еще из Стэнфорда. И остается у нас трое игроков команды эссенс против пятерых своих соперников. Есть выход уже на позиции песков. Там и страйк готовится принимать своих анемий. Амфитрайт уже будет отстреливать. Но страйк есть минус. Страйк идет давить. За это и поплатился. Есть минус от Роллса. Ситуация 4 в 2. Есть информация по двум игрокам. Кома продолжает атаку. По нему есть инфа. Спокойно его раздамажил сейчас амфитрайт. И Роллс-1 также натыкается на Аризону. И это, я так понимаю, теперь пауза от команды эссенс. Эх, паузисты. Чувствую, что что-то перестало получаться. Думаю, теперь как закрытую против своих соперников играть. Как вообще эту оборону разрушить. Разрушить довольно легко. Правда, если вы знаете прокиды. Если не знаете прокиды, то сэляли. Ну и понятное дело, что сишки должны присутствовать у команды эссен, чтобы все-таки кто-то разминировал проход в Аплент через эту арку центральную. Иначе там вообще никто не пройдет. Там вот эти сишки очень хорошие стоят. Ну и плюс ко всему, там еще и сишки на кишке. Поэтому сначала их там зачекать надо. Потом еще сишки на арке центральный вход в Аплент. Поэтому эссенс. Если вы не знаете прокиды, то рассчитывать здесь придется только на свою стрельбу. Ну в принципе эссенс уже два раза. Эссенс минимум свой выполнила. Ну если четверку возьмут в атаке на этой карте, у них все идеально и замечательно. Но я думаю, плейнги не должны этого позволять. Ну 6-3-7-2 должна заканчиваться первая половина. Это будет лучший исход для команды плейнг. Ну а если они позволят 4 раунда взять, то на смене сторон опять же стоит ожидать довольно неплохого сейва от команды эссенс. И там плейнгам придется нелегко. Но опять же, я и вчера об этом говорил несколько раз. Но все происходило с точностью наоборот. Будет ли сегодня так? Давайте посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, отлично. Есть у нас прогруз. Да, ты погоди. Куда ты с прогрузами летишь? А кто-нибудь не прогрузится. И все, и будет тебя. Нет, все на местах. Все, все слава богу у нас. Ну что ж, смотрим. Смотрим далее. Эссенсы принимают решение выйти сейчас на лонг. Всей толпой оставляют только хаста под тэшкой. Но там уже Джеффри довольно неплохо по нему поработал. 42% здоровья у него остается. Джамперы Кома занимают позиции Песков. Страйк вместе с Амфитритом будут играть на сейв Б плейнт. Да, Аризона должен прекрасно понимать то, что нужна халпа. И Аризона находит минус. Максик, ты как-то лагаешь очень сильно. Да что ты? Зайди и в ТСКУ чек, не потери пакетом. Так, ну у нас здесь Роуз остается один. И по сути никаких позитивных моментов из этой ситуации выделить он для себя не сумел. Плейнги. 3-2 пока что впереди. Посмотрим чем дальше все это закончится. Как проведут остаток первой половины эти ребята сейчас. И Роуз опять же моментально мчится на лонг. Попытается через их сыграть. Минус есть Амфитрит. Но Кома также сразу размен. Выход на пески. Ну и на боковую туда гранату. Куда же ты летишь-то на нее так? Ой-ой-ой. Джеффри даблкил оформляет. Как слышно меня, Герман. Вот сейчас хорошо. Отлично. Кома тем временем разменивается по страйку. И трое игроков команды Плейнг пока что остается в живых. Но смогут ли это эссенцы подправить? Да, от Кома уже имеется минус под Аризоной. И сейчас ситуация 2-2. Прекрасно понимает то, что через железо может пойти соперник. Там уже находится Скайлейк. И Джеффри к нему еще подтягивается. Вдвоем пойдут с этой позиции. Но это будет очень опасно. Конечно, здесь Кома может перестреливать их в раз. Да ладно, Кома? Ну как же так? Есть минус от Стэнфорда. Джеффри опять же его отстрелил. И... А куда Стэнфорд? Он через железо. Через железо. Он все правильно делает. Хитрец. Стэнфорд жесткий. Никак не сесть на дефьюз. Нет, все-таки сесть. Да! Ох, стрелки! Стрелки-то какие жесткие! Огонь! Огонь! Назошло все! Пацаны вообще, ребята! Ну это троечка! Это троечка для команды Essence. Так что минимум они свой выполняют. Ну и пока что это еще не конец первой половины. Так что им есть еще что сказать своему сопернику. Лэнги принимает решение опять же играть в закрытую. Там только Аризона отыгрывает через кафе. Но я думаю сейчас он также потянется к своему тиммейту под апплейнтом. И будет играть на сейв. Но посмотрим. Выход у нас все-таки имеется под позицией Ланга. Комар, Джампер и Стэнфорд пытаются пройти эту точку. Здесь все в смаках. Сейчас скорее всего полетят хаешки под пески и под заход Б-сайт. Да, именно так и есть. Но здесь Страйк с дуалами сидит на приеме. Выхода с песков. И Джеффри вместе с Амфитрайтом с боковой будут вести отстрел. Ну что ж, смогут ли зайти на беплейн? Давайте посмотрим. Так, ну там сплит еще через мидл. Будет Страйк, принимает с песков. Вот Страйк здесь, пожалуй, ключевая фигура в обороне. Б-планта. Если пойдут все-таки через пески команды Эссенс. Но посмотрим Стэнфорд пока что один. Но мне кажется, что это больше все-таки под Аплэд. Нет, Страйк. Есть размен от комы. Неплохо. Роуз забирает также еще одного. Но размен имеется от комы. Но это выход в Аплэд. И здесь Скайлейк один. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая пачка по Роузу. Есть урон. Но Хаст его там закрывает. Ну что, Джеффри. Джеффри и Амфитрайт вдвоем. Два на два. Посмотрим. Но там уже должны, по сути, стоять фугас Эссенс. Но вот Хаст знает то, что на железе находится соперник. Поэтому пока что с недоверием смотрит под эту позицию. А вот Роуз уже установил фугас. И будет контрить выход через мидл. А там уже Амфитрайт начинает потихоньку работать. И Роуз его зачекал. Все, есть информация все-таки по миду. И Джеффри подтягивается к своему тиммейту. Роуз будет принимать вместе с Хастом. Прочитали все-таки Эссенс. То, что перетяжка была на мид от Роуза. Хорошая пачка. И там Джеффри остался один. Перестреливает Роуза. И теперь Хасту лучше бы на рожон не лезть. Все-таки Джеффри довольно хороший. Стрелок команды Плейнг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джеффри. Джеффри все-таки спалил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ставят? Жестко, жестко. Так, ну что, четвертый раунд у команды Плейнг имеется. 4-3. Ну вот шестерку им надо забирать, конечно, прямо вот. Кремень. Не заберут шесть. На смене сторон будут такие трудности, что ого-го. Ну посмотрим. Два раунда до конца первой половины еще остается. А у нас Джампер в это время уже летит, летит. Джампер. Там Петра здесь Сишкин накидал, накидал. А Петра и даже не понимал, что здесь уже соперник к бэпланту. Хаешка на боковую. Джеффри просто оттуда молниеносно спасается. И команда Эссенс, браво, занимает все-таки бэплан без потерь. Ну что ж, смотрим за продолжением. Пока что Страйк отстреливает Стэнфорда. Хас также разбирается с Аризоной. И по ходу дела здесь неплохая заявка от Эссенсов. Все-таки на взятие еще одного раунда для себя. Скайлейк вместе со Страйком пойдет через пески. Но здесь уже Роуз в упоре будет принимать. Скайлейк все-таки зачетал своего соперника. При этом не потерял вообще ни одного процента здоровья. И Акома есть минус по Страйку. Скайлейк врывается через пески. Ставит хэдшот своему сопернику. Но один в три. Да, он фуловый. Но все же будет очень сложно отыгрывать. Перестреливает еще одного своего соперника. Если и Хаста находит, то это будет просто забить. Да, все-таки спалился. Но таймера, таймера не хватает. И Хаста его перестреливает. Это четвертый раунд для команды Эссенс. Да, и последний раунд первой половины. Но Эссенс уже более чем определенный минимум выполнили. И по сути им остается, не знаю, только превзойти все наши ожидания. Ой-ой-ой. Пошли пушить. Пошли пушить. Но там Кома тоже на самом деле пропушил неплохо. По Джеффри есть урон. Но Роуз остается один у нас против двух игроков. Причем двое бит. И Роуз имеет хорошие шансы на самом деле на взятие пятого раунда. Посмотрим, насколько удачно получится. Но здесь Аризона жестко. 5-4. Но все равно не самым лучшим образом проходит первая половина для команды Плеинг. И сейчас им надо отыгрывать на все 200% атаку на этой карте. А все мы с вами знаем то, что атака далеко не сильная сторона. Но посмотрим. Посмотрим, чем Плеинги смогут нас удивить. Эссенсы теперь в обороне. Вообще интересно, как будут они действовать. Мне кажется, должны избирать какой-то более агрессивный стиль игры. Там Аркада площади, выход на кафе и Лонг. Но, возможно, и сядут просто в закрытую. Посмотрим. Мне кажется, будут просто действовать уже далее от ситуации. Но на первом бейраунде я бы попытался удивить своего соперника. Немного вот этой агрессией. Как раз-таки занятием площади с раскидом гранат. Может быть, даже вообще немного понаглеть и пушить дальше уже на теспаун. Ну, посмотрим. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, прогруз имеется. Поехали смотреть, дорогие друзья. Вторая половина, третья решающая карта между эссенцией Плейнг. Но Плейнги в атаке должны здесь, конечно, браться за своего соперника. И здесь уже, кстати, страйк проходит под машину. Здесь Кома в упоре. Все получает хаешку и отходит. Но они вместе с Роузом будут принимать вдвоем бэп плент. Сразу закидывают икс. И Роуз вынужден отсюда убегать. Но там Кома. Есть энтрифраг. Но Джеффри пойдет дальше давить. А там только Роуз. И Роуз захватает пока что, на самом деле, для обороны бэп плента. Но нужны еще остальные игроки. Но страйк, тем временем, все-таки вылетая с префайером под пески, забирает здесь своего оппонента Хаста и принимает Плейнги решение все-таки отойти с длины на данный момент. Стэнфорд остался один. Под позиция Микафе уходит также под Аплейнг. Роуз к нему подтягивается через железо. И Джампер остается один. Роуз, я так понимаю, будет у нас кочевать. То под Бплейн, то под Аплейн. Но Стэнфорд должен уже будет сейчас сбрасывать информацию. То, что под позиция Аплейнга строится у нас атака. Скайлейк сейчас засветится. Да, все, есть по нему информация. И Стэнфорд потихоньку отходит уже в более закрытую точку и будет принимать заход. Да, в Аризоне, кстати, кемпа еще имеется. Поэтому этот товарищ может быть особо опасен. Находит Джампера. Джампер должен был здесь забирать все-таки Аризону. И свапает ОАшки Аризону у нас. Посмотрим, как сейчас 3 в 2 сыграет атаку. Выход под Б. Да, выход под Бплейн все-таки будет. Бомба будет ставиться именно там. В это время страйк, перестрелка со Стэнфордом. Ну, страйк 44 хп остается. И Стэн должен уже... Сейчас вместе с Роузом буду стараться как можно максимально быстро кого-то из своих оппонентов перестреливать. Но какие... Ну, что за ножи, что за свапы. Ну, там уже и Аризона все-таки разбирается с Роузом, который пытался пройти через боковую. И это все-таки раунд для команды Плейнг. Молодцы. Все-таки забирают этот раунд для себя. Шестерочка у них в копилке. И 2 раунда преимущества. Как же разыграют сейчас оборону Эссенса. Опять же, играют очень агрессивно. Особенно Джампер под кафе. Пытаются противостоять там Джеффри и Амфитрайту. Но пока что очень аккуратно действуют Плейнги. Страйк выходит на позиции Лангатом. Ему будет противостоять Кома. Роуз должен играть роль прикрывающего. Но он закрылся вообще полностью в Б-Плейнту. Так что, если Кома будут пушить, то Роуз может просто не успеть этихлопануть своему тиммейту. Хаешки полетели под пески. Пока что Хаешки не наносят урона. Но вот Страйк вылетает с префайером под Кома. Есть хэдшот. И уже преимущество на стороне атаки. Ой-ой-ой. Влетает Хас на мидл. А здесь Аризона его уже ждал. Полетели гранаты на тройку. И как бы Джампера сейчас не подорвало. Но нет, все-таки Хаешка попала немножко не в ту локацию, куда метил игрок команды. На Узи Джампер должен принимать выход на лонг. Есть минус раз. Роуз также разменивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джампер. Закрыл все вопросы о победителе в этом раунде. Соло выход был просто на высочайшем уровне. И счет на табло загорается 6-5. Ну что ж, один раунд преимущества у соперника смогли отобрать эссенции. Но пока что преимущество по-прежнему за плейнгами. Надо бы еще поднапрячься и забирать его. Выходить уже на равный счет на табло. И после этого дожимать уже своего энеми. Но посмотрим, смогут ли они это сделать. Хаешки летят под позиции ланга. Также закидали хаешки на пески. Но пока что один страйк играет на длине. Почему у него вообще нету никакого прикрытия, непонятно. Хаст с хаешки находит минус под Аризонов. И может все-таки стоит укрепить сейчас страйка под лангом. Или он будет играть роль такого засланного казачка при атаке под плейнг. Но попытался стянуться. И там Кома его отстреливает. И от Стамфорда также довольно неплохая хаешка под антитрайта. Двое игроков команды плейнг живых против пятерых своих оппонентов. Ой-ой-ой. Да, ну конечно в спину должен был здесь забирать Джеффри своего соперника. Но, увы, ее ах, нет. Очень похоже на 6-6. Да, остается последний Джеффри. И с Аугом здесь, конечно, вряд ли. Джеффри что-то да придумает. Ну что, 6-6. И потом тактическая пауза от команды плейнг. Так, ну пока что без паузы обходятся у нас коллективы. Но здесь плейнги все-таки подрастеряли свое преимущество по раундам. И будем смотреть, как же они сейчас будут возвращать это преимущество для себя. Страйк принимает решение выйти уже через позиции Мидас. Мидас зажимает здесь Хаста. Хороший минус. Но Хаста откидывает еще Хаешку под страйкой. И джампер вылетает с префайром. Даблкил в его исполнении. Остался один Скайлейк. Считанные секунды потеряв всех своих тиммейтов. Но Скайлейку придется очень нелегко. Еще и выход на лонг. Но со всех сторон его контрят. Так что ему отсюда живым не уйти. Есть еще один минус. И это еще один раунд. Уже седьмой раунд для команды эссэнс. А вот теперь пауза от команды плейнг. Ну, я был близок. Я почти угадал. Дорогие друзья, сейчас немножечко отниму времени вот этой паузы. Очень много вопросов полетело мне, по крайней мере, в личные сообщения по поводу технических вопросов. Дорогие друзья, после вчерашних моих ответов, я еще раз повторюсь, мы с Германом не являемся техническими специалистами. Мы просто комментаторы. Обращайтесь, пожалуйста, по всем вопросам в саппорт, в раздел «Мне не пришел приз». Или если вы не нашли нужного вам раздела, вы можете создать свое обращение и написать там свою проблему. Что у вас пошло не так, с какой ошибкой вы столкнулись на сайте. При игре, может быть, у вас какие-то краши имеются. Поэтому обращайтесь туда. Мы можем, конечно, вам дать какие-то ответы, какие-то советы дать со стороны, именно как игроки, которые, возможно, сталкивались с этими проблемами. Но лучше, конечно же, если вы поговорите с нашими техническими специалистами, и они вам помогут решить вашу проблему уже на 100%. Ну что ж, мы с вами продолжаем наблюдать за противостоянием плейнгов и эссенсов. Прошла тактическая пауза сейчас. Ну и посмотрим, как плейнги будут после нее отыгрывать. Все-таки преимущество свое подрастерялись. Здесь эссенцы уже потихоньку берут преимущество в свою копилку. Ну и в соответствии надо как-то уже забирать эту инициативу в матче себе, плейнгам, если они не хотят проиграть. Но плейнги теперь принимают решение более аккуратно отыграть. Дождались всех хаешек со стороны своего соперника. И теперь пошла атака, но здесь хаешка хорошая под Скайлейка. Уже его нарейдили, 33% здоровья осталось. Выход на лонг. Там отыгрывает страйк, и Роуз вместе с Джампером будут его принимать. И на халпе у него находится Джеффри. Так, ну что, там и на мидл гранатки закидывают. Да, это выход все-таки под Б плейнг, Джампер. Джампер будет сейчас откинуть гранаткой. И, ой-ой-ой, Джампер, куда же ты бежишь? Прямо на гранату. Но все-таки он и выйдет. Но там уже погибает еще и Кома. Погибает еще один игрок. Ну вот, Джампер немножко спасает ситуацию. С 5 в 2, в 2, в 3. Ну и атака немножко разворачивается. Разворачивается в пользу. Точнее, в сторону Аплента. Скорее всего, через верхнее кафе, да. Так все и будет. Ну что же, там Стэнфорд с Аугом. Получится ли у него сдержать натиск? Если Стэнфорд, да, вот сейчас как раз-таки не останавливает своего соперника. И не успеет на халпу подлететь. Там еще Джампер. То, мне кажется, позиции Аплента могут провалиться спокойно. И тогда плейнги возьмут раунд для себя. Но там уже с мида отстреливает Скайлейк. Пытается забайтить на себя соперника. Есть, опять же, информация о том, что через мид работают плейнги. Но Амфитрайт вместе с Джеффри принимает решение уйти на лонг. Джампер пока что под б-плейнтом. И сейчас встретится со своими соперниками. Прекрасно видел Амфитрайта. Пошел косить. Первый хэдшот имеется. Здесь еще и Джеффри. Но Джеффри оказался сильнее в этой перестрелке. И теперь все в руках Стэнфорда. Скайлейк остается на лонге. Джеффри пошел ставить бомбу. Но, не знаю, если все-таки Стэнфорд начекает игрока на длине, то шансы очень хорошие сохранять на взятие раунда. Ну что, Скайлейк. Скайлейк за машиной. Ноги, ноги, ноги. Видно было, видно же, ноги было. Да, и Скайлейк погибает. Стеряет совсем немного хелсбара. Игрок команды эссенс. Ну что, капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. И он слышит Джеффри. Он, кстати, находится. Вот вопрос. Он пытается запутать, наверное, по таймингам. Джеффри суетится. Здесь, да, все, есть инфа. Ну и здесь чисто игра на скилл. У кого скиллуха-то больше. А? Джеффри или Стэнфорд? Сейчас посмотрим. И, ну как же, все-таки у нас Джеффри байтит. Байтит на себя. Время! О-о-о-о! Так хорошо шел. Так хорошо время тянул. Но Стэнфорд все-таки влепил ему хедшот. И это раунд для команды эссенс. Тем временем счет на табло загорается уже 8-6. И два раунда преимущества эссенсам. И в соответствии два раунда до победы. И первых трех очков для них. Но посмотрим. Кома от Кит Хае сразу же под позиции Теспауна. Но эта Хаешка не настигает своего адресатора. Страйк полетел один. Вообще никак его не подкрепляли. Никакой поддержкой. И в соответствии с самого начала плейнги остаются в меньшинстве. И Страйк не смог даже никак подрейдить своего соперника. Так что плейнгам придется нелегко. Там еще и Аризона остался. Рыдовый. Но вот здесь Кома его забирает. Кома даблкилл. Пять в два. Но что-то посыпались немного. Пошло, поехало. Ну вдвоем Афитрайт и Скайлайк остается. Плюс ко всему Афитрайт очень битый. Но Скайлайк попробует на ланге сейчас как-то найти минус. Но там уже уходит. Роллс. И все. Эссенцы просто уходят закрыты. Не понимают. Все, пацаны, давай закрываемся. Блин, это четыре в два. И будут матчпоинты. И будут наконец-таки матчпоинты в нашу пользу. А не в чью-то еще. Но Эссенцы. Да, конечно. Три очка спустя. Полтора сезона. Это очень круто. Ну что? Ну, не знаю. Не знаю. Насколько это круто? Насчет того, что это круто вообще. Ну то, что они три очка все-таки берут, это да. Но спустя такое огромное количество времени. Но погоди, они еще не взяли тоже. Тоже такое. Ну да, это тоже поспешный вывод, я согласен. Но вот сейчас Скайлайк пытается с Роллсом разобраться. Но там, если что, и Стэнфорд уже на песке будет идти. И Хавст здесь находится на перемычке. Так что у Скайлайка здесь шансов немного. И Роллс перестреливает, в принципе, своего соперника. И еще один раунд для команды Эссенс. И пошли они матчпоинты. Ну что ж, кто же заберет этот раунд? Плеинги продолжают бороться и попытаются довести до дополнительных раундов. Или же все-таки Эссенсы забирают раунд и выходят победителями с поля боя. Да, целых три матчпоинта у этих парней. Три триплпоинта, я бы даже сказал. Три попытки для того, чтобы выиграть эту карту. Ну и смогут ли? Я думаю, плейнги сейчас будут до конца сражаться. И отличный минус есть покоями от Скайлайка. Так, кем помажет пока что. Хаст, размин, страйк тоже есть минус. Но страйк очень битый. Очень многое зависит от Джампера сейчас, как он сыграет. Джампер играет прям вот очень нагло. Играет очень нагло, играет также открыто. Но вот сейчас закидывают лонг. Ну что, Джампер, сможет ли выдержать натиск? Двух игроков на лонге, а они отходят. Они все отходят, это разворот-поворот. И там как раз-таки Стэнфорд теперь только у команды Эссенс. Ну я думаю, Стэнфорду стоит сейчас немного отойти. А он все-таки идет чекать нижнее кафе. А там страйк очень опасный. Ой, хорошая хаешечка залетает, но страйк ее и выйдет. И здесь полетели хаешки уже под верхнее кафе. Страйк все-таки занимает низ кафе. И Стэнфорд отходит, отходит под кишку. Хороший тайминг словил, но за спиной у него соперник. И Роуз вместе с Джампером моментально притягивается под аплейнг. Но пойдут ли сюда плейнги? Давайте посмотрим. Мне кажется, что все-таки должны переходить на бэплейнг сейчас. Оставляя одного страйка, остальные три игрока просто убегают под бэплейнг. Все, easy. Все, easy, 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 real talk. Think about it. Ну что, страйк. На какой тайминг будет байтить? Ну, в принципе, ему уже можно. А сюда Джампер приходит. Да ладно, Джампер. Забирает. Нет, не забирает Скайлейка. Пули кончаются. Но это, конечно, провал. Страйк еще забирает Стэнфорда. Ну, Роуз один в три. И здесь... Ого. Ого. Тихо, тихо, тихо. Там бомбу ставят. Но это один в два. Роуз разошелся. Разошелся. Парняга, чувствую то, что все-таки три очка-то недалеко. Да отдайте вы мне их уже. Говорит, у нас Роуз пытается вломиться еще под аплейнг. Но там страйк при файром отстреливается с бомбсайта. Еще и Джеффри под кишкой засветился. А не вдвоем. Но страйк будет туда же. Ой-ой-ой. Ну, у Роуза будут проблемы явно. Роуз пошел пушить. Не выдержала душа поэта. Пошел. 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 И почти получилось. Там Джеффри битый страйк. 19 хп. Ну, найстрай, найстрай. 9-7. Плейнги не отпускают. Ой, не отпускают. Сейчас еще, если глядишь до допов, дойдем. Ух, что будет. Это да. Это да. Ну, вполне, вполне могут, мне кажется, плейнги довести до дополнительных раундов. И то, ребят, должны быть с этим какие-то проблемы. Но два раунда тоже забрать будет сложно. Я думаю, сенсы сейчас прекрасно понимают то, что допы им явно не нужны. И будут бороться до последнего. Хаешки полетели уже под позиции девятки. Также готовятся принимать своего соперника при выходе под площадь. И здесь страйк уже выходит вместе с Аризоной. Попытаются зайти на мид. А там джампер вместе с хастом будут принимать. Хаешки полетели как раз-таки на заход. Скайлейк еще не выходит на лонг. А там Комас. Песков подтягивается. Будет холповать. Но очень аккуратно играют сейчас плейнги. Прекрасно понимают то, что каждый игрок на счету. Просто на вес золота. Ой-ой-ой. Аризона с кимпы собирается. А здесь нервы. Невры. Невры пошли. Но джампер пока что двоих забирает. Но там страйк его так же забирает со второго этажа. И для Роузы это снова 1-3. Ну я не знаю. Здесь нервы уже у команды эссенс. Они банальный раун не могут забрать. Которые они забирали вообще легко. Когда не было матчпоид. Сейчас видишь, что это психологический барьер. Изи, изи. Рил ток. Ну что, сейчас если Роуз потащит, то я думаю там не знаю. Все вздохнут с облегчением просто. Ну да. Но мне кажется, Роуз будет очень сложно. Но здесь его уже должны закрывать по сути в 3 ствола. Но он к страйку заходит в спину. Первый пришел. Че? Рой пришел. И тут двойные уашки еще. Да ладно, сейчас еще влетит под этого. Джефри. 76 хп. Да ладно, Джефри. Дняш еще неужели получит по голове. Роуз! Да ладно, он тащит один этот раунд. Боже мой. Лютый, лютый парень. Роуз просто брау. Как он вывозит сейчас? Как он достает свою команду из этой ямы? Но теперь эссенсы могут вздохнуть спокойно. Просто брау. Брау эти парни. Этим парням точнее. Ну что ж. Субтитры сделал DimaTorzok